Спектакль «Пиноккио. Переплыть море» появился в репертуаре Рязанского театра драмы в результате творческого взаимодействия с итальянским режиссером Луизой Гуаро. Классика итальянской литературы, поставленная итальянским творцом, открывается для нас, российских зрителей, совершенно по-новому. Мы делали эксперимент. Мы в 2019 году решили, что мы поставим зарубежную классику разных стран, но чтобы постановочные группы были из этих стран. Поэтому у нас был немецкий проект, где был и немецкий художник, и немецкий режиссер, и был спектакль «Пиноккио», где Луиза была режиссером, и художник по свету был тоже из Италии, Пако. Философская притча о поиске духовного пути. Именно в таком ключе можно увидеть произведение, которое в основном принято воспринимать как детскую сказку. «Пиноккио» в сознании русского зрителя вяжется с Буратино, и всем известна интерпретация итальянского фольклора в авторстве Алексея Толстого. Однако первоисточник глубже и серьезнее, и воплотить эту глубину удалось в рамках спектакля «Пиноккио. Переплыть море». Вот каким должен быть театр. Когда ты приходишь в театр не просто повеселиться, отдохнуть, а когда ты уходишь со спектакля с размышлениями, с какой-то новой философией. Это очень важно. На мой взгляд, это очень важно. Шесть актеров, минимум бутафории, полгода напряженной работы над постановкой. И в репертуаре театра драмы появился спектакль, который не оставит равнодушным ценителей настоящего театрального искусства. Итоги премии «Золотая маска-2021» подведут в апреле, когда объявят лауреатов, но даже попасть в номинацию главной театральной премии – настоящее признание.